МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним лавочке, другим качели. Чебоксарцам предстоит решить, каким они хотят видеть свой двор. Вместо очереди в интернет. Чувашия в тройке лидеров по количеству граждан, которые пользуются электронными госуслугами. Сегодня глава Чувашии провел в Москве рабочие встречи с руководителями федеральных органов власти и общественных организаций. А 28 марта Михаил Игнатьев примет участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приворском федеральном округе. Заседание Совета будет посвящено эффективному взаимодействию федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и телемой экономикой. Власти республики продолжают контролировать эпизоотическую ситуацию. Как в Чувашии выполняют план ветеринарно-профилактических мероприятий, сегодня обсудили на еженедельном совещании Дома правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сибирская язва, птичий грипп, африканская чума, свиней, лейкоз крупного рогатого скота. Вспышки этих вирусов уже наблюдаются в регионах страны. Эпизоотическую обстановку в республике пока называют благополучной. Но все же специалисты готовятся к любому исходу событий. С начала этого года в Чувашии проводят массовую вакцинацию животных. В республике ежегодно регистрируется бешенство, лейкоз, отдельные хозяйственные болезни и инвазионные болезни. Республика благополучна по таким заболеваниям, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез. За прошлый год выявлен один неблагополучный пункт по лейкозу, один по псевдомонозу, эмкару, по салмонеллезу, по стреллезу. На неблагополучные пункты и территории установлены ограничительные мероприятия, утверждены конкретные комплексные планы по ликвидации и оздоровлению от болезней. Председатель кабинета министров отметил, что благоприятную эпизоотическую обстановку в регионе необходимо удержать. Под пристальным контролем в республике находятся и охотничьи угодья. В муниципалитетах региона сформировали 39 территорий, на которых может вестись отстрел диких зверей и птиц. Но по закону это делают не всем. Были введены запреты охоты на глухарей, барсуков, сурков в целях охраны их воспроизводства до 14 июля 2019 года. На всей территории республики и на кабанов, промысловых и любительских спортивных целях на территории Алатарского и Парецких районов в связи с возникновением очагов африканской чумы свиней. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в республике выявлено 399 нарушений, что 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе незаконные добычи 10 особей, пернатой дичи, 8 пышных видов зверей и 13 копытных животных. За незаконную охоту более 350 человек поплатились штрафами. На троих завели уголовные дела. Наложен административный штраф на общую сумму 354 тысячи рублей, взысканно 280 тысяч рублей или 79 процентов. Проверять охотничьи угодья в Минприроды республики намерены чаще. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин, Республика. С каждым годом в столице Чувашии остается все меньше ветхих деревянных домов, построенных еще в 30-е и 50-е годы прошлого века. Благодаря программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда сотни семей старых бараков переехали в новое комфортное жилье. Об итогах реализации третьего этапа программы сегодня говорили на совещании в городской администрации. Согласно программе переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2013-2017 годы предстоит расселить жителей 264 домов. В 2017 году необходимо переселить граждан, проживающих в 984 квартирах. 25-26 марта текущего года организована работа по заселению домов по проезду Соляное. Все получили ключи, открыли лицевые счета на 152 квартиры, что составляет 58%. В том числе по Калининскому району пришли и открыли лицевые счета 64, квартиры, что составляет 74%. По Ленинскому 66, что составляет 44%. По Московскому 22 квартиры, 78,5%. На сегодняшний день по третьему этапу снесены 7 домов, осталось 48. По всем домам контракты на сносы заключены. После переселения жильцов подрядчики приступят к сносу. О том, как организован досуг учеников Чебоксарских школ, рассказал начальник управления образования Дмитрий Захаров. Напомним, школьники с 27 марта ушли на весенние каникулы. Театры, музеи, концертные студии города уже подготовили специальные программы для учеников и их родителей. В лагере «Березка» в дни каникул пройдет весенняя смена под названием «Шаги к успеху». Более 50 школьников будут заниматься по таким направлениям, как робототехника, биопрофиль, язык успеха. Формат участия – тренинги, квесты, дискуссионные площадки. В детском технопарке «Кванториум» ждут тех, кто интересуется микробиологией, биотехнологиями, беспилотными летательными аппаратами. Кроме этого, в городе пройдет первенство среди учащихся по шахматам, по футболу, волейболу и рэкболу. Школы, лицеи и гимназии столицы тоже распахнут свои двери в дни каникул. Будут функционировать более 300 детских объединений по различным направлениям. Это спортивным, декоративным, прикладным и военно-патриотическим и художественным. Учителями физической культуры будут организованы спортивные соревнования по баскетболу, волейболу и стафеты с участием родителей. Папа, мама, я – спортивная семья. Веселые старты. Кроме этого, сити-менеджер Алексей Ладыков отметил, что во время весенних каникул учащиеся городских школ смогут посещать ФОКи бесплатно. С 27 марта и по 2 апреля для школьников до 15 часов в свободном доступе будут работать бассейны, катки и спортивные залы. Сегодня же Алексей Ладыков объявил выговор своему заместителю по вопросам ЖКХ Герману Александрову и сообщил о том, что попавшиеся на взятки сотрудники транспортного отдела уволены. Выговор объявлен за непринятие мер по противодействию коррупции. Прошу всех руководителей структурных подразделений, всех руководителей предприятий привести работу внутри своих трудовых коллективов, привести антикоррупционные комиссии. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. 20 миллиардов рублей выделено в этом году из федерального бюджета на благоустройство дворов в российских регионах. Эти средства пойдут на ремонт тротуаров, освещение, оснащение территорий лавочками и урнами, рассказали на брифинге представители Министерства строительства России. Минувшую субботу руководитель проектной дирекции Минстроя Павел Данилов и его заместитель Джамал Сурманидзе встретились с журналистами, представителями товариществ собственников жилья и неравнодушными жителями Чебоксар. 255 миллионов рублей получат Чувашия на благоустройство дворов. Это средство не для возведения чего-то монументального, а для того, чтобы людям было удобно и комфортно жить. Основная задача встречи – отойти от чиновничьего взгляда на благоустройство и выслушать тех, для кого эта работа проводится. В столице республики получат 140 миллионов рублей. На встрече в национальной библиотеке говорили о благоустройстве города, на что необходимо потратить средства в первую очередь и как вовлекать в этот процесс жителей Чебоксар. В столице уже действует программа «Наш двор». Утвержден паспорт проекта «Комплексное благоустройство дворовых территорий» на 2017 год. Определены дворы, где должен пройти ремонт и сроки реализации. Для всех заявленных адресов до 1 мая будут разработаны эскизы и дизайн проекта. В середине лета начнутся работы, которые завершатся к 1 октября. В реестр адресов, где будет проведено благоустройство, вошло 48 дворов и 15 объектов городского пространства. В 2017 году будут построены площадки отдыха. На Московской набережной начнется реконструкция сквера имени Константина Иванова, комплексное благоустройство территории остановки «Дом МОД» и реконструкция фонтанов и строительства сквера перед торговым комплексом «Шупашкар». Федеральная программа рассчитана на 5 лет. Кроме денег из центра предусмотрено финансирование республиканского бюджета, инвестиции и средства самих жильцов. Сотрудники Национальной гвардии отмечают профессиональный праздник. Впервые после подписания указа об образовании войск. Чувашские офицеры принимали поздравления в театре, опере и балете. Со дня образования Российской гвардии не прошло и года, а в ведомстве уже определили имена лучших сотрудников. Многим офицерам сегодня вручили благодарности и почетные грамоты от начальника Приволжского управления войск Национальной гвардии. Отметили и работу майора полиции Дарьи Шмаковой. Сейчас она служит в республиканском ОМОНе. Девушке для этого подразделения – большая редкость. В 2003 году по окончании средней школы я поступила в Чебоксарский филиал Нижегородской академии. Там занималась стрельбой. Благодаря полученным навыкам в 2007 году мне предложили пройти службу дальше в спецподразделениях. Я выполняю кадровые задачи, то есть это персональный учет данных сотрудников, прием кандидатов на службу. В структуре Национальной гвардии по Чувашской республике сейчас служат больше тысячи человек. В состав войск вошли специализированные подразделения МВД, вневедомственная охрана, а также отряды ОМОН и СОБР. И теперь, 27 марта, вы ежегодно будете отмечать свой профессиональный праздник. Вы все стоите на страже правопорядка, борьбе с терроризмом. От вашей слаженной работы зависит благополучие и спокойствие граждан Российской Федерации. Минтруд Чувашии проводит еженедельный мониторинг предприятий концерна «Тракторные заводы» по состоянию на прошлую неделю. Из полутора тысяч человек, которые работают в режиме неполной занятости, 1400 работали неполный рабочий день. 120 человек находились в отпусках без сохранения заработной платы. 32 работников – простое. По данным госинспекции труда Чувашии на предприятиях концерна, нет задолженности по заработной плате, также нет сведений о планируемом увольнении работников предприятия. Ситуация находится под особым контролем правительства Чувашии. Внедрение информационных технологий в работу органов власти и предоставление госуслуг в электронном виде обсудили в Доме правительства. Больше половины россиян, которые в прошлом году обращались за госуслугами, делали это через интернет. Это данные Росстата. Чуваша внесла ощутимую лепту в такой результат по стране. Согласно официальной статистике, которая опубликована буквально на той неделе, доля граждан в Чувашской республике, которые пользуются услугами в электронной форме, достигла 69%. То есть, по сути дела, мы достигли показателей 2018 года. По итогам 2016 года первое место в России заняла республика Татарстан. У них 79,7% населения. Второе место заняла Ханты-Моцист-Настойный округ 74,3%. И наша Чувашская республика заняла третье место в России. Позади нас оказалась даже Москва. Муниципалитеты республики просят активизировать работу в системе межведомственного электронного взаимодействия, сокращенно СМЭФ. Именно с помощью этого сервиса органы власти обмениваются сведениями, которые необходимы для оказания услуг. На заседании комиссии по внедрению информационных технологий говорили о недостаточно активном использовании органами местного самоправления этой системы. Мы мониторим 41 муниципальное образование. Здесь идет и как и города, так и сельские поселения. Здесь все вместе. Вот из 41 запроса мы только 7 запросов получили по СМЭФу. Варийский посадский район там работает нормально в этой части. Чебоксары город работает в этом направлении. Аллатрский район, сельское поселение Октябрьское работает. Вот они могут, да, значит. Вот. Аллатрское сельское поселение. Урнарский район, районная администрация. Вот. Остальные, значит, они нам прислали все сведения по электронке. И мы тогда начинаем разбираться с ними, да, значит, почему вы инструментом-то не пользуетесь тем, которым надо. Значит, слышим всякие непонятные и невразумительные ответы. Вот. То у них жалобы на плохую работу интернета, то еще что-то. Иными словами, работать есть над чем. Так или иначе, для жителей ситуация будет изменяться в лучшую сторону. Список услуг планируется пополнять, а ряд госпошлин уже сейчас через портал госуслуг можно оплатить со скидкой. В минувшую пятницу в Красночитайской районной больнице погибла годовалая девочка. Предположительная причина смерти имени Нинга-Кокова инфекция. Следственный комитет по Чувашии возбудил уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается. Быть особенным значит быть индивидуальным. В Чебоксарах открылась школа добровольцев. Площадка, на которой все желающие могут познакомиться ближе с особенными людьми и стать для них друзьями и помощниками. Тематические занятия, уроки и тренинги. Как все проходит, узнавала наша съемочная группа. Семену Семенову 17 лет. Болезнь ДЦП у него с самого рождения. Но это не мешает парню жить полноценной жизнью. Школа добровольцев для него еще одна возможность помочь другим таким же людям. Мы должны держаться вместе всегда. Иначе в этом мире нам не выжить, как говорится. Сложности, они есть везде. И даже сейчас зимой, когда гололед, вы сами понимаете, я думаю, элементарно пройти куда-нибудь или выйти на улицу, это уже как бы такое испытание. Ты понимаешь, что надо это сделать. Приходится, конечно, и попадать, и поплавать где-нибудь. Но мы со всем справляемся, как говорится. Самым голодом всегда ломать? Да, даже когда падаешь. Падаешь с улыбкой на лице, да? Среди участников – школьники, студенты СУЗов и ВУЗов, волонтеры. Как правильно оказать помощь, и что еще важнее, как ее предложить? Впереди три дня учебы, тематические занятия, тренинги, лекции. Английский, немецкий, французский – все эти языки мы изучаем с вами с детства. Здесь, в школе добровольцев, можно познакомиться с еще одним жестовым. Вот это движение означает добрый день. Школа добровольцев проходит второй год. Ее организаторы – общество свободы и Центр молодежных инициатив. Они отмечают, после обучения некоторые ребята остались помогать. Организуют мероприятия, участвуют в конкурсах. Да и просто общаются и дружат с особенными людьми. Люди становятся приветливы. Даже на наших мероприятиях появляются люди, которых мы вообще не звали. Не звали. Даже я приезжаю с ребятами постоянно, с сопровождением. И ко мне подходят ребята. Я, допустим, остаюсь в фойе один. Предлагают какую-то помощь, знакомиться, общаются. Это здорово, на самом деле. Раньше такого не было. Как-то ребята обходили себя страной. Цель проекта, конечно, создать команду для взаимодействия, чтобы мы вместе творили. Открыть глаза на происходящее вокруг и истереть психологические границы между людьми. Задача важная и вполне решаемая. Только нужно чуть больше добровольцев, и тогда все получится. Уверены организаторы и участники. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. В единстве наше будущее. Такой была главная тема прошедшего минувшие выходные круглого стола. Руководители 25 чувашских национально-культурных автономий страны обсудили вопросы сохранения и развития национальной культуры, традиции и языка. Чуваши – пятый по численности народ в России. В 37 субъектах Российской Федерации и 7 из зарубежных странах действует около 100 национально-культурных объединений Чуваши. Их количество продолжает расти. К примеру, за последние годы в Республике Башкатарстан, Самарской области, созданы новые центры. Документы для регистрации готовит Крымская, Республиканская, Чувашская национально-культурная автономия. В конце 2016 года уже зарегистрировался Чувашский культурный центр Свердловской области. Некоммерческие организации нужно поддерживать, выделять средства. И сейчас грантовая поддержка, вот как раз и начинается. Мы понимаем, что мы сами должны в этих грантах участвовать. И я обещаю, со своей стороны буду поддерживать. И как депутат Государственной Думы, лоббировать интересы получения этих грантов. Финансовая поддержка необходима, особенно таким проектам, как, например, фестиваль-конкурс национального костюма. В этом году он впервые был организован по инициативе национального конгресса. Пока в нем участвовали только представители Чувашии. Но уже следующий фестиваль должен стать межрегиональным. Мы смотрели, и очки, и луку взяли. И какие там ценности этой серебряной монеты. Вы знаете, гордость поднимается за этот древний чувашский народ. За то, как люди умеют хранить традиции. Как люди сумели сохранить эти главные уборы. Победители конкурса национального костюма определяли в пяти номинациях. Лучшими стали представители Канажского, Красночитайского, Яльчикского и Чебоксарского районов. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Андрей Шоклик. Республика. Он начинается с вешалки. Сегодня отмечается Международный день театра. Каждый год к этому празднику в республике подводят итоги конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». В Чувашии шесть государственных и пятьдесят народных театров. Почти шестьсот театральных коллективов. На этот раз девять постановок соревнуются между собой в семи номинациях. Лучший спектакль, лучшая женская роль, лучшее музыкальное оформление спектакля. В эти минуты в Чувашском академическом драматическом театре проходит торжественная церемония награждения победителей конкурса «Узорчатый занавес». Подробности вы узнаете в нашем завтрашнем выпуске. Наши новости и программы смотрите на сайте interk21.ru. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом Юрат. Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами. Что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры. Что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат». В ДК «Тракторостроителей» с 28 марта по 14 апреля пройдет выставка «Здоровье нации». Вы сможете пройти обследование на кардиовизоре и узнать состояние вашего сердца абсолютно бесплатно. А также можно обследовать весь организм и приобрести магнитные браслеты. Окулисты из Москвы проверят ваше зрение и помогут подобрать очки. Также в наличии массажное оборудование и аппарат для лечения глаз. На выставке представлен аппарат «Милон», который предназначен для лечения в домашних условиях глазных заболеваний. Катаракта, глаукома. 17 программ идет только по зрению. Близорукость, дальнозоркость. Специализированная выставка «Здоровье нации» пройдет с 28 марта по 14 апреля. В ДК «Тракторостроителей» с 10 до 18 часов. Без перерывов и выходных. С 28 марта по 14 апреля. Выставка-ярмарка «Здоровье нации». Уникальный шанс проверить свое сердце бесплатно и приобрести товары для здоровья. ДК «Тракторостроителей». Тегерский бульвар 36. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова